МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Артему из Белецкого 16 лет. С таким ростом он мог бы сделать головокружительную карьеру в НБА. Но у парня другие цели и мечты. Выше, выше и выше. Именно так можно перефразировать олимпийский девиз в отношении Артема Голосуй. В 9 лет его рост составлял 160 сантиметров, в 12 – 192. Сейчас ему 16, и он уже вымахал до 2 метров 17 сантиметров. И на данный момент мальчик всего на 3 сантиметра ниже самого высокого человека Украины. С самого садика я всегда был самый высокий. Я всегда первый стоял на физаре, на линейках. И так вот понял, что что-то не то со мной. Нет, Артем не кушал пирожок с надписью «Съешь меня», как Алиса в стране чудес. Но аппетит у него – будь здоров. Он начал нас кушать хорошо с 4 с 5. Да, до этого он. До этого он очень плохо ел. Питается правильно, вот и растет. Да и в семье много рослых родственников. Так отвечала родня на вопросы Артема, почему он такой высокий. Никто особого значения его высоте не придавал. Но в возрасте 11 лет, находясь вместе с мамой в Португалии, Артем прошел обследование. И врачи установили, что причиной его небывалой высоты является синдром Марфана. Я узнал около, может, спустя месяца 3-4. Я точно не помню. Но я сильно сначала не расстроился, потому что еще не знал, что это такое. Ну, есть и есть. Живу-живу. И все. А потом же прочитал, да, было, конечно, грустно. И не знал, что делать, потому что читал, что раны умирают. А потом понял, что, ну, я, кажется, веду себя нормально, здоровый образ жизни. И решил все-таки, ладно, если, говорят, что если лечиться будет, все хорошо. Ну, и начал как-то себя, становится больше активным спортом. Вроде бы живу. Все нормально. Это было, ну, как страшно. Ну, потом, со временем я ему объяснила. Артем, давай не париться. Просто и все. Мы живем таки. Жизнь продолжается. Будем наблюдаться, будем смотреть. Со всем этим согласился. И так мы продолжаем жить. Как бы, если зациклиться, я же говорю, все негативное имеет свойство притягиваться. Зачем нам это притягивать? Ну, нормальный, веселый ребенок, который позитивный. Да, бывают свои тараканы. Ну, ничего, вводим. С того момента Артем регулярно проходил медицинские осмотры. Но духом не падал. Наоборот, его рост был и есть предметом гордости для него. Ведь благодаря высоте парень всегда в центре внимания. Некоторые подходят, просят сфотографироваться. Потому что не каждый день такое можно увидеть на улице, что идет высокий парень еще в 16 лет. Все просто думают, ну, почему бы не сфотографироваться? Люди все реагируют, поднимают вот так голову, какой большой. Ну, сразу, конечно, его это было немножко как накаляло. А теперь он должен не обращать внимания. Говорит, Артем, не обращай внимания. Это твоя гордость. Твой рост – это твоя гордость. Самое часто задаваемое – это какой у тебя рост. Какой у тебя рост и какой у тебя размер ноги. Ну, все. Меня уже даже порой настолько часто это задают, особенно когда в лагерь езжу или просто попадаю в другой город. Можно просто заказать футболку с надписями, а с ответами сразу. Когда ты высокий, большой проблемой становится подбор гардероба. Выбирать одежду и обувь приходится не по принципу «нравится, не нравится», а по принципу «подходит размер или нет». До 9 лет трудностей никаких не было, потому что у него размер обуви был, конечно, для его возраста он был большой, но такой размер можно было купить. Это вот уже сейчас, да, это трудно. 50-й размер обуви купить очень тяжело. И вот мы только приехали с мужем с Одессы, то я ездила на седьмой километр специально ему за обувью. Ну, подарок у нас парень непривередливый, такой, знаете, трудности не составляет. Вот что ему купишь, то он и это не будет носить. Ко всем же остальным неудобствам, которые встречаются на пути, он легко приспособился. Это самое главное препятствие в этой квартире. Там это сидеть, у меня ноги у ушей, сижу уже и думаю, когда закончится эта дорога. И встать не станешь, потому что стою, что сгорбленный, и сесть не сяду. Ну, то один спасает задние места как раз вот посередине. Сел и все, нормально. Для таких случаев неплохо было бы изобрести архиватор для людей, фантазирует Артем. Заархивировался в маршруточке, сел, проехал. Выхожу, разархивировал. Как настоящий оптимист, Артем находит больше преимуществ высокого роста, нежели неудобств. Плюс в том, что все могу достать. Потому что многие боятся, и когда видят, что такое, думают, что ну его, ну его, потому что еще ударит сверху, как гвоздик забьет. Ну, такие плюсы. Ну, плюс в том, что еще все пытаются общаться с тобой, потому что тоже всем интересно. Плюсов тоже очень-очень много. Но все это время интересовал парня и его близких вопрос, будет ли он еще расти. Чтобы узнать ответ, Тёма обратился на ток-шоу одного из центральных каналов. Ребенок хотел найти таких же самых, как он, высоких, чтобы, ну, как в нашем мире, как говорится, он себя чувствует великаном. Потому что все стандартные, как бы стандартный рост, все, он немножко отличается. Этим он отличается от других детей. Поэтому он хотел тоже увидеть, есть ли еще такие в нашей стране дети или нет, пообщаться с ними. У него это получилось. Столичные медики утверждают, расти он больше не будет. Это заключение позволило Артему и его семье вздохнуть с облегчением. И что самое главное, по результатам предварительного обследования, синдром Морфана, диагностированный португальскими врачами, неверный. На сегодняшний день у нас четыре врача сказали, что вроде бы как нет этого синдрома, но один врач настаивает на то, что это морфаноподобный. Нам сейчас нужно еще пройти одно обследование, которое, не знаю, одно или два, которое будет или в Киеве, или в Харькове. Посмотрим, где мы будем проходить еще генетическую одну экспертизу, чтобы мы уже полностью убедились, морфаноподобный или неморфаноподобный. Если при синдроме морфана, при полном синдроме морфана, конечно, там перечень всего, что может заболеть и всего, что может отказать, и очень большой, то морфаноподобный – это как бы легкая форма, которая, опять же, тоже не лечится. С ней надо жить всю жизнь, просто контролировать. Однако, как бы там ни было, Артем не собирается унывать ни при каких обстоятельствах. Он вообще очень жизнерадостный и всегда заряжает оптимизмом окружающих. Участники музыкальной группы «Квинтокорд» очень ценят его за эти качества. Хорошего человека должно быть много. Это действительно про Артема. Наверное, потому он несет в нашей группе какой-то позитив. Он может всегда поддержать. Такой человек всегда должен быть в группе. Ну, у нас, в принципе, все люди позитивные. Но Артем как-то даже особенный. В группе Артем играет на барабанах. И не исключено, что он является самым высоким барабанщиком в мире. Сразу он бросается в глаза. Не мы там, которые стоим там на фоне, где-то картики. Сразу он бросается в глаза. Музыка. 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 И все, люди начинают переживать, ну, перестают переживать, видят, что если я с моим ростом себя нормально чухаю, значит, и им все хорошо. Белецкому парню много друзей. Сережа дружит с Темой уже 13 лет. Вместе они проводят почти все свободное время. И смотреть снизу вверх на своего друга он уже привык. С Артемом очень давно дружим. И когда мы глянем, бывает, что шея затекает на него, так сверху, наверх смотреть. И все люди тоже, когда проходят мимо, все так смотрят. Бывает некоторые, вот, блин, шея болит. Постоянно на тебя так смотреть. И Теман рост 2 метра 17 сантиметров парню не кажется таким уж гигантским. Я скажу так, он для меня уже небольшой рост. Я говорю, еще чуть-чуть подрасту. Что тут мне, метр 75 до него, чуть-чуть осталось. Собираешься догнать его? Перегнать. Через год Артем заканчивает школу. Вначале он хотел поступать на юридический. Но после того, как побывал на телевидении, передумал. Я уже решился со своей профессией. Это кино-телеоператор. Раньше думал юрист. Потом подумал, не юрист, это долго учиться, это сильно много мороки, языки нужно знать. Все такое. А потом подумал, а почему бы мне это на кино-телеоператора? Это и высокий рост пригодится, потому что порой нужно делать подсъемы с высока, с плеча. И, в основном, мне это нравится, я это умею делать. Артем, голосуй, гордится каждым сантиметром своего роста. И уверен, высота не только не помешает, а обязательно поможет найти свое место в жизни. Моя особенность, моя вишенка. И, что бы ей не пользоваться. Зачем? Зачем мне это? Маленький рост. Уже многие люди сейчас уже высокие. А я шестану опять маленький? Не, я лучше буду большим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова